Добрый вечер! Слушаете вы свое радио. Сегодня у нас понедельник, если я не ошибаюсь, по календарю. А не, я не ошибаюсь. Надеюсь, что, слушая радиостанцию, вы уж привыкли к тому, что здесь происходит. Особенно по вечерам, по будням с 8 до 10 программы «Живые». Куда приходят живые люди, заметьте, живые музыканты, с которыми мы живенько беседуем, ну и музыку они нам свою играют. Я надеюсь, что и сегодняшний коллектив вам понравится. Ну, как минимум, мы на это очень рассчитываем. Если нас традиция добрая, прежде чем я знакомлю вас с музыкантами и называю коллектив, первая песня для того, чтобы создать сразу ощущение того, что сегодня будет происходить в эфире. Кто-то будет слушать с удовольствием, открыв рот и все два часа получать кайф, а кто-то чаю с ромашкой и баиньки. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! В море Снова двое тени Моих сомнений Отошли в закат Я рад Таким минутам и в душе Во мне А снялся желание Раним утром Брошу курить Налью себе зеленый чай Пускай в меня никто не верит Брошу курить Налью себе зеленый чай Для меня открыты двери Вот она Новая жизнь В нас Вот она Новая жизнь В нас Море Утихнут вскоре Споры И только чайки Голосят О том Что шторм Придет внезапно И в душе Во мне Роснется желание Вернуться обратно В ночь закурю Снова кофе не взращай Пускай в меня никто не верит В ночь закурю Снова кофе не взращай Для меня открыты двери Вот она Новая жизнь В нас Вот она Новая жизнь В нас Вот она Вот она Новая жизнь Вот она Вот она Новая жизнь В нас Новая жизнь В нас Новая жизнь Вот она Вот она, вот она. Группа «Чайка» здесь. Сегодня мне так непривычно произносить, честно говоря, это название. И для того, чтобы сегодня никто не подумал, что музыканты здесь исключительно из-за названия, вам, ребятки, придется попотеть, доказывая всем, что вы действительно замечательные музыканты. Вот такое удивительное совпадение. И, надо сказать, мне это совпадение дико нравится, потому что ребята хорошо делают свою работу. Итак, давайте будем знакомиться. Андрей Кротов, вокал. Добрый день. Укулеле, у меня написано так. Еще и гитара, я так знаю. Все взял с собой. Молодец, молодец. Ты подготовился хорошо. Иван Петхов, гитара, бэк-вокал. Ну, 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 так вот ручкой у нас не машут. У нас хотя бы раз за эфир-то надо подойти к микрофону. Будь добр. Не надо ничего снимать. Зачем ты раздеваешься сейчас? Тебе сделать два шажка-то нужно, Господи, к микрофону. Просто сказать здравствуйте, чтобы голос твой услышали, чтобы понимали, что... Давай. Добрый вечер. Вот, спасибо тебе большое. Можешь одеться. Значит, ну, Марию я... А, нет, она готова. Спасибо, Мария. Мария Кирина, клавиша, бэк-вокал. Здравствуйте, добрый день. А вот тот микрофон-то не заметил? Правее немножко. Вот к нему было бы удобно. Все, ты все сказала уже. Спасибо. Спасибо большое. Я просто к тому, что мы стараемся сделать все удобно, а люди стараются для себя почему-то сделать себе как меньше, менее удобно. Бас-гитара Антон Вавинов. Правильно фамилию произношу? Можно и Вавинов, можно Вавинов. Удивительный человек. Да, для кого-то такой, для кого-то такой. Удивительный человек. Редкий случай, когда человек говорит, да хоть как хотите, так и называете. Привет, супруги, привет стране. Хотите там ударить. Вот, ну, единственный человек, у которого собственный микрофон эфирный. У него вообще собственная кухня, собственная стена, хоть и стеклянная, но собственная. Это барабанщик коллектива, ударник производства Алексей Стилаев. Всем привет. Вот, если захочешь что-то сказать, ты мне как-то дай знать, чтобы я тебе его включил. Но иначе просто, если его оставить включенным, сам понимаешь, кошмар будет полнейший. Это вот группа Чайка. Но, правда, я знаю, что у вас было семеро, а почему-то пришло у вас пятеро. Семеро у нас было очень давно, в самом начале. То есть это у меня информация старая? Да. Очень давно. Ну, года сколько, ребят? Три, наверное, назад. Так самое начало-то у вас было в восьмом? Ну, можно считать даже от восьмого. А потом много-много людей приходило, уходило. И сегодня это сложившийся коллектив. Пять человек. Уходило, приходило, потому что ты такой несговорчивый и сложный человек, что ли? И они были разные. Хороший ответ, дипломатический. Но зато понятно, почему. Это хорошо, когда лидер коллектива, он вот непростой человек. С простым человеком мало чего получается, потому что человек может опустить руки, сказать, ну ладно, как хотите, так и делайте, и ты спуску не даешь, правильно? Ну, пытаюсь, пытаюсь сдерживать, а не тоже с зубами. Как называлась первая песня, которую вы спели? Мы сыграли песню «Море». «Море». Ну, у вас, я смотрю, много песен про море, про чаек, как-то так все. Ну, как-то тематика морская нас, да, захватывает. И именно поэтому «Чайка»? «Чайка» не потому что море, «Чайка» потому что книга Ричарда Баха. Говори, говори, говори. «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Молодец какой. Сегодня в этой студии два, извините, бренда, у которых один и тот же, ну, по сути дела, родоначальник. Папа один у нас, господин Ричард Бах. Так вот вышло как-то. Тоже приятная неожиданность для меня была, когда, собственно, вы появились на горизонте. Существует группа с 2008 года, правильно? Ну, в таком хорошем, нормальном понимании существует, да. Можно сказать, семь лет коллективу. И за эти семь лет вы записали уже? Три епишки. Маленькие пластинки. Чего епишки-то? Потому что искали звучание, потому что перебирался, менялся коллектив, и цели менялись, и так далее, и так далее. А цели какие могли быть? Подождите секундочку. Ну, сначала это было какой-то... Ну, сначала, чтобы девчонкам нравится, я так понял. Ну, наверное, в самом начале, чтобы нравиться девчонкам. Потом? Потом хотелось всех победить, захватить и стать круче тучи. Нормально. Первый курс театрального института, да? Дальше? Да, потом были паузы, кстати, продолжительные. Как у Станиславского, да? Да, да. Но можно сказать, что вся история группы чем-то напоминает семью и отношения в ней. Всплески, спады, прет, не прет, охлажделись там друг к другу снова. Полюбили друг друга. Пролюбили друг друга, да. Ну, а теперь какая цель? Если уж все эти такие маленькие пролетные цели закончились, прошли, то сейчас что? Вот классно, что эти этапы все-таки были и уже через все прошли. И сегодня, наконец, складывается понимание, и за последние, наверное, два месяца мы взялись за музыку, взялись, или взялись, опять же, взялись за себя. Это стали понятные репетиции, понятные песни, понятные концерты. То есть семь лет было непонятно ни хрена. Можно и так сказать, да. Ни песен, ни репетиции, ни музыкантов, ничего не было непонятно. Тогда было по кайфу, а сегодня хочется только этим заниматься. То есть тогда было по кайфу, а сейчас уже не по кайфу. А сегодня хочется уже сделать качество. Вот как. Ну, это очень хороший творческий и, надо сказать, качественный рост всегда меня очень сильно радует. Вот лично меня, потому что огромное количество музыкантов проходит через программу, проходит через ротацию, опять же. Сколько чего приходилось видеть, я вам скажу. Сколько всего. О, мама не горюй. Но в вашем случае, мне кажется, вы должны зацепить аудиторию ту, которая вас знать не знает. А вот с сегодняшнего дня они должны вас узнать, полюбить. Сделайте для этого все возможное, пожалуйста. Что у нас дальше? Как называется песня? Фанк. Фанк? Фанк. Окей. Как всегда, живой звук в программе живые. Сегодня здесь, как это интересно произносить, группа «Чайка». Поехали. 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 Расстояние руки И среди суеты мы с тобой забыли сжечь мосты Город ненавидит меня Ты в этом городе, я вешу на проводе Ты, ты тоже вроде бы ждёшь конца Я знаю, ты не остановишься Ты зачем-то молишься и не успокоишься никогда Верни, верни мне мою мечту Верни, верни мне мою мечту Расстояние руки Мы снова рядом Нет, мы далеки Город ненавидит тебя И среди суеты ты, 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 ты Берите судьбой в сотый раз Но ты Город ненавидит меня Ты в этом городе, я вешу на проводе Ты, ты тоже вроде бы ждёшь конца Я знаю, ты не остановишься Ты зачем-то молишься и не успокоишься никогда Верни, верни мне мою мечту Верни, верни мне мою мечту Танцы Танцы Ты в этом городе, я вешу на проводе Ты в этом городе, я вешу на проводе Ты, ты тоже вроде бы ждёшь конца Я знаю, ты не остановишься Ты зачем-то молишься и не успокоишься никогда Верни, верни мне мою мечту Верни, верни мне мою мечту ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, надо, наверное, сообщить Забыл я об этом сразу Потому что захватила музыка, захватило общение Сообщить, как с нами связываться Для тех, кто что-либо хотел бы написать Сказать, например СМС-портал, если вы вдруг как-то вдалеке от компьютера Мало ли, вам неудобно на маленьких кнопочках вашего гаджета Набивать сообщение через 3G Вы можете послать нам СМС-очку 46-47 Примитивно, просто 46-47 Сначала пишите свои, пробейте, а там дальше уже Всё, что хотели бы адресовать ребятам Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления В общем, делитесь всем, что есть Официальная группа ВКонтакте Группа своего радио Там тоже всё просто Зашли и обнаруживаете сразу анонс В анонсе фотография Все на белом фоне Такие яркие и красивые Прелесть просто Чистота Чистота Морское побережье сразу как-то так рисуется в сознании Серьёзно говорю Так вот, там в анонсе В тексте анонса Группа Чайка выделена синим Это значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе Надо пополнять сообщество Поэтому вступайте в ряды Официального сообщества группы Чайка ВКонтакте Там вы будете получать всю информацию Об их концертах И пишках Как я понимаю Они пошли по этому пути Ну и понятное дело Дальше турах Межмировых Само собой к этому делу тоже придёт В первую очередь Значит вы будете вооружёнными То есть будете иметь информацию первыми Видео Вы можете смотреть всё Что в студии происходит Это так примитивно и просто Вы даже не представляете Насколько просто Заходите на сайт своего радио Своерадио.фм А там сверху плеер В плеере онлайн аудио Слева Это чтобы слушать Онлайн А видео справа Это чтобы смотреть И все сразу стали в студии Обращать внимание на камеры Которые повсюду И все стали пытаться в них заглядывать Ну в общем правильно Кликнув на онлайн видео Вы оказываетесь в картинке Которую для нас представляет Предоставляет Портал Планета.ру Спасибо им за это огромное Там кстати сказать есть чат Туда тоже можно отписываться Ну в общем мы стараемся И чат на сайте своего радио В общем всё Все возможности пишите Отовсюду пытаемся Вычитывать что-то любопытное Теперь вот давайте-ка Перейдём к вашему гражданству Что называется Вы у нас истринские Правильно? А мы всякие Это как это? Лёша Стилаев Антон Вавинов Город Истра Я между Истрой и Москвой Это где это между Истрой и Москвой? Ну то в Москве То в Истре А я думал в Красногорске Ну да Где-то там На Хабин А чё ты ржёшь? Мы-то из Красногорска Чё-то думали Ну земляки значит Ну естественно Так Мария Кирина Из Зеленодольска А Иван У нас из города Рыбинска В общем все замкадыши Ну понаехали Да не нормально Все замкадыши Поэтому и музыку хорошую Делают поэтому без понтов Ну правильно Это же нормальное явление Очень часто бывает Когда молодые московские музыканты Делываются на стадии начальной Так что потом уже не знаю Куда им деваться дальше Потому что вот эти понты Которые появляются в самом начале Дальше уж только ломать А вы молодцы У вас всё правильно складывается Хочешь почитать что пишут? Да Ааа Нервничаешь? Ну чуть-чуть есть Вот это вот смотри Правильно делаешь что нервничаешь Сейчас почитаю тебе Никита Пятачков пишет Ух ты Классная расслабляющая музыка Калом чистым легкими мелодиями Самое то после отлично Дождливого выходного дня Пятачков отрабатывает Молодец Кто-то слушает Шучим Шучим Нет не знаю Но приятно Ничего-ничего Нет спасибо за вот это Сейчас он тебе за эту реплику напишет Да я пошутил Значит Лекс пишет вот что Я принципиально не слушаю Группы из анонса А мы выкладываем в анонсе Какие-то треки Если незнакомое название Специально чтобы так Впечатление получать сразу Но тут Классные ребята Браво Спасибо Как ты пока не задорожал Внутренне Ну Как-то расслабило Вот Андрей Архипов пишет Так Теперь о музыке Чайки тронули Полили маслом Сижу балдею Очень-очень позитивно Браво Все супер Я тут завис на два часа Ужин из кафе И пошли семейные лесом Нечего привыкать К нормальной еде Пишет Андрей Приятного аппетита Да Я могу и дальше почитать Вот например Саня Шабанов пишет Привет всем своим О существовании Группы вообще не знал До того момента Как появился анонс В программе живые Послушал, понравилось Несколько песен Уже в плеере Сегодня даже позже Поехал домой с работы Чтобы послушать эфир Так как в дороге Иннет слабенькие местами Жду одноименную песню С названием группы Это бомба Будет Ну ты Подожди секундочку Будет Прошло всего 20 минут С начала эфира А слава уже растекаться Стало Нет, я к тому Что это песня будет Как вот ощущение Пребывающей популярности Вот сейчас Как ты чувствуешь себя Уже Чуть-чуть Вы знаете Мне жарко Просто И все На самом деле Но если всерьез То ребята действительно Замечательные Молодые И самое главное Перспективные На мой взгляд Просто потому что Они уже сейчас Понимают Что они делают Совершенно точно Я уж не знаю Какие были проблемы На начальной стадии Но то что вы делаете Сейчас Это очень качественно И по-взрослому Кто делает аранжировки Вместе Все что ли Ну я приношу песню Мы над ней колдуем А Маша потом Руководит процессом Я так понимаю Тоже участвую на раунде Не-не-не Я думаю что ты командуешь Нет Как это вы не даете Одной единственной девушке В коллективе Покомандовать немножко Да она и так опаздывает Хватит для девушки То есть вы ей это просто прощали Ну уже хотя бы это Мне же казалось Когда мужской коллектив И в нем есть девчина Я кажусь на ридной Украине То в общем девчонка Чаще всего И покомандовать может Ну потому что как Мужики-то склоняют голову Прежде всего Перед женским началом Не не командуешь А ты попробуй кстати Нет там бессмысленно Вот лучше конечно Вот сюда выйти Там получается такой Нехороший С эхом Он серьезный девушка Пошла мне рассказывать Что он делает Давай-давай Давай-давай Честно До сегодняшнего дня Даже не задумывалась Что можно как-то командовать Не задумывалась Что это мужики вокруг Ну я понимаю Теперь учту На будущее В принципе мне очень нравится Наше равноправие Демократия своеобразная Своеобразная это как? Своеобразная это то Что если есть Большинство голосов То оно большинство И собственно принимается То есть ты этой фрезой Напомнил мне классный анекдот Когда встречаются Две подруги Одна с мужем Недавно вышла замуж И муж такой какой-то Неприметненький Невысокого росточка Рядом с ней Прям теряется И подруга говорит Ну ты такая Видная Статная женщина И вот рядом с ним Как это У нас прекрасные отношения Прекрасные отношения Он каждому моему слову Доверяет Я вообще люблю Когда мужчина рядом Рядом я сказала Вот Так вот ты имеешь возможность Вот так себя вести Периодически И они тебе ничего не скажут Не веду и не буду А можешь? Ну наверное Буду все равно Да шучу я Я очень хотел Чтобы она улыбнулась У меня прекрасная улыбка Кстати Прекрасная Светлая Чистая Как и у всех у них Слушайте А кто тогда текст сочиняет? Я Вот Наконец-то он произнес слово Я А то аранжировки вместе А музыка чья? Костяк песни сочиняю Я дома Приношу И аранжировку Уже одеваем на нее Ну то есть Вы это делаете в спорах Вы это делаете В тихом Тихом Спокойном договоре Друг с другом Спорить приходится А с кем чаще? С басистом А что он такой неизговорчивый? Он классный Это я вижу Это я слышу Ну а почему спорите Тогда с ним больше все? Ну у него почему-то Это судьба такая Постоянно противоположное мнение От меня Не знаю Так складывается А почему так? Ну-ка рассказывай давай Почему с ним споришь? Он фронтмен Он же ведь хозяин положения На самом деле преувеличивает он Я вот там тянул руку Хотел сказать Что аранжировки-то нам На самом деле делают Не группа, а запись Перед записей мы садимся И делаем аранжировки То есть Я не очень понял Ну песни, которые записаны Они понятны А до того момента Как настает вот эта студийная работа Ну некий элемент Там сумбура присутствует Мы конечно такие песни Стараемся на концертах не играть То есть Ну Практически все Вот сегодняшние песни Они записаны Записаны все Окей Кстати я тут задумался Тоже накануне эфира Чтобы понимала аудитория Чтобы вы понимали Попадание в программу живые Не гарантия попадания в ротацию Своего радио Ну и соответственно Попадание в ротацию Вовсе не гарантия Попадания в программу живые Часто бывает Когда Юле Продюсеру программы живые Пишут Да мы же в ротации Она говорит Ну какая разница Решают Кто попадает в программу Один человек Решает Кто попадает в ротацию Другой Вот я просто думал На предмет того В свое время Скажем так В переписке В переписке В той Которая есть Под анонсом Константин Константинов Выложил Такой демотиватор С Киселевым Заметьте Такой скриншот С канала Россия 1 С надписью В падение Не думаю Вот Но Я тогда Наверное Позволю себе Сейчас После того Как вы сыграете Следующую песню Позволю себе Сейчас Задать вопрос Аудитории Может быть Не очень корректный Но все же Как вы думаете Уважаемая Достойна ли музыка И достойна ли Песня группы Чайка В эфире В ротации В постоянной ротации Своего радио Да нет Всего такие Два варианта Есть у вас Поэтому давайте Отвечайте на этот вопрос Ребята пока споют Следующую песню Что это будет за песня Один плюс один Замечательно Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Группа Из Истры И А как ты сказал Зеленодольск Рыбинск Ну в общем Подмосковная группа У нас еще есть Наш менеджер группы Ольга Она из Нижнего Новгорода Мы ей благодарны Что она у нас есть Очень провинциальная группа Чайка В хорошем смысле Поехали Как всегда Живой звук В программе Живой Погнали Один плюс один Минимум три Трепет в груди Он скоро пройдет Один плюс один Минимум три Просто смотри Как он идет Когда я смотрю в твои глаза Мне хочется жить Когда я смотрю в твои глаза Мне течет наша жизнь Один плюс один Один плюс один Минимум три Трепет в груди Он скоро пройдет Один плюс один Минимум три Слезы Слезы счастье Он к нам идет Он к нам идет Когда я смотрю в твои глаза Мне хочется жить Когда я смотрю в твои глаза В них течет наша жизнь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Идиота Это вот случайно в аранжировку попало Или это сознательно Что именно Ну-ка наиграйте пожалуйста Сейчас вот эту историю Ну наиграйте Та-та-ра-та-та-та Тайская песня А зачем я полюбил идиота Возможно вы просто не очень в курсе Кто это поет И я даже говорить не буду об этом Да я понимаю Да Есть такая замечательная группа С очень большим бэкграундом Ну бригадный подряд не знаете? Знаем Вот послушайте На самом деле это фраза оттуда Микрофт Да Эта фраза оттуда Мы все время ждали Кто же узнает Как только узнает Мы эту песню играть перестаем Зачем я это сказал сейчас? Забью себя по губам Зачем я это Прекрасная песня Ну а цитата всегда хорошо Когда она к месту И красиво ложится Ну что вам сказать? Странная ситуация пишет Ильюс Из-за слишком хорошего названия На радио что ли не попасть? Ну это шутка безусловно Народ кричит что да достойный Кричит что достойный Ну мы к народу конечно прислушиваемся Иногда Не всегда Иногда Ладно что настроились Я же так Я же играюсь Вот Джейн Сомова пишет Привет о солнечной Турции Первая песня Прям в настроении Море турецкий кофе И закурили кальян Везет И вообще группа очень приятная Пишет Джейн Сомова Надо уже представить в конце концов Сидит здесь человек Который не случайно имеет отношение К коллективу Фамилия у него Кальян И знают его музыкальная общественность Как замечательного журналиста Как замечательного музыкального критика Ну вообще замечательного человека Который проводит фестивали в том числе Человек с которым мы периодически Даже в фюри попадаем В каких нибудь фестивалях например Ну иди к микрофону сходи уже Ну сходи пожалуйста Ты расскажи Не наушники не снимай Иначе будет хуже слышно Всем привет Привет Ты называешься кем в этом коллективе? Директором Глядя на тебя не подумал бы никак Ты директор Ну я маскироваюсь Почему именно эти ребята скажи мне? Ну вот 6 лет я искал коллектив Который был вот Ну ты строгий Я знаю Володь Калина человек очень строгий Вы имеете ввиду Это сейчас музыкантам говорю Он очень непросто реагирует на музыку Я знаю его вкус И понимаю что далеко не каждая группа Ему могла бы понравиться Настолько чтобы он взял Право и возможность Заниматься этой группой как директор Вот тут этот уникальный случай Произошел Причем я их нашел в подвале В подвале Где они В ужасных условиях Где не было нормального бэклайна Где не был выстроен звук вообще И я их расслушал именно там Это действительно чудесная команда Которой хочется заниматься И хочется всем показывать Ими хочется гордиться На самом деле Ну так хочется гордиться Что тебе мешает Что тебе мешает Владимир Кальян Директор коллектива Чайка И вообще замечательный человек Имею ввиду Его так сказать И прошлое и настоящее Можете погуглить Поймете Витя Филев Надо ли объяснять Что это группа Шекспир Нет? Ну Можно объяснить Да Пишет Я свидетель Реально в подвале А какое отношение Филев то имеет? Ну Филев на данный момент Является моим помощником Прайс-секретарем А Шекспир? А Шекспир Это он директор Гороб Шекспир То есть он и там и тут? Да А вот так вот Мы же многостаночники Понятно Понятно Но это хорошо Когда люди умеют заниматься Разными вещами И делают это одинаково Хорошо и качественно Спасибо, Володь, большое Спасибо Березов это аппарат Он еще и фотограф Он еще и Да, и жнец И жнец И на дуде И грец Вообще-то Вы не понимаете Как вам повезло Правда С Кальяном вам повезло Хорошо звучит Чайкам повезло С Кальяном В данном случае Я имею в виду Володю, безусловно Значит Надо сказать спасибо Это тоже важный момент Потому что люди Слушают эфир И ориентируются На вашу музыку Не только потому Как это красиво И сыграно А как это красиво звучит Михаил Шкаренко Звукорежиссер программы Живые Думается, что Надо поблагодарить Да, Юля Что ты на меня так посмотрела Выразительно сейчас Напиши Я тебя глазами Не могу прочитать Значит Пусть будут в ротации Только поменяйте название На Семен Пишет Михаил Шкаренко Да Тогда я задумался бы Вдвойне Вдвойне задумался Что касаемо Ваших выступлений Вы где-нибудь Концертируете? Концерты даете? Да Мы играем В Москве В клубах Когда мы играли? В пятницу? Нет Да, в пятницу В пятницу мы отыграли Вуми-троль-баре Сольник До этого съездили В Нижний Новгород На ВА-фест Сейчас на носу День рождения Мускуба 18 июля Стараемся играть Поигрывать Конечно Поигрывать Я к чему спрашиваю Часто бывает Когда коллектив Начинает нервничать Молодой коллектив Если концертов Немного Дескать Ну вот чего мы тогда Ради чего мы все это делаем Но С другой стороны Для того чтобы концертов Было много Надо и вкалывать Обязательно А вы же наверняка Помимо музыки Еще чем-то занимаетесь Кушать-то надо? Кушаем Это понятно Что кушаете? Иначе бы не выжили Кто чем занимается? Профессия у кого какая? Ну работа скажем У кого какая? Давайте я с себя начну Вы чего подтягивайтесь И сами за себя рассказывайте Давай Я работаю В автомобильном бизнесе Хорошо не вот У меня бабушка работает в министерстве Да-да-да Кем уборщица? Да Так вот кем ты работаешь В автомобильном бизнесе? Я занимаюсь очень такой Простой работой Я продаю запчасти На машины Ну то есть занимаешься запчастями? Российские? Нет не российскими Не российские Не будем рекламировать Да почему? Порекламируй пожалуйста У нас можно ради бога Можно Иномарочки Иномарочки А на них нужны запчасти? Да они так же ломаются Честно Ну не так же Ну не так же Реже немножко Но запчасти дороже Окей Давайте дальше Пойдем по кругу Наверное Иван Выйди к нам пожалуйста Расскажи Можно микрофон подвинуть А то я тебе Я не вижу половину Может быть Давай В общем Насчет моей работы Я рассказывать Наверное Не буду Я считаю Я музыкант Вот Для меня музыка Это самое важное Ну а чем ты зарабатываешь? Моя работа Ну будем считать Что музыкой То есть Ты частные уроки Даешь Скажем так Я уроками занимаюсь Занимаюсь Различными Например Записями Аранжировками Например А то есть на заказ Да на заказ То есть у тебя заказывают Аранжировки Ты делаешь аранжировки А этим можно заработать Можно Ну в общем нет Выглядишь ты прилично Вполне себе Так Упитанный малый человек Значит наверное можно Действительно Начинаешь понимать Что зря не учился музыки Это я про себя сейчас Спасибо дорогой Спасибо большое Двинемся дальше Мария Сейчас Она сейчас улыбнется Предварительно Потом выйдет И сейчас скажет Что зарабатываю музыкой Очень хотелось бы Так ответить Но пока Зарабатываю Чиню автомобили На стадии записи Подожди Подожди Чинишь автомобили? Моя компания Занимается В данном случае Сервисом Автомобильным Я руковожу тем Чтобы автомобиль Вовремя приехал И был починен А то есть ты менеджер? Администратор Администратор Маша чинит А я запчасти Подтаскиваю Мы вместе работаем Случайно Что вы так вот Нет Мы правда работаем В одной компании То есть ты ее там нашел Получается? Наоборот А ты его нашла Нет просто Надо было Как вы правильно говорите Кушать Была вакансия у меня На работе И я сразу Машу К себе А вот чем дело Что мы двойные коллеги Да Я понимаю В принципе вам хорошо Вам можно репетировать Прямо на месте Не отходя от кассы Прямо там В шоуруме Прямо в шоуруме Почему нет Так у нас тут Антон Ну я на самом деле Тоже в автобизнесе работаю Да что ж ты Мы на самом деле С Андреем Оба выпускники Московского музыкального Автомобильного Дорожного института Ни для кого не секрет До кузницы кадров Отечественные рок-сцены Нестеров Там все дела Вот Скромно сказал Касьянов Есть еще другие представители И другие Да Мы много таких знаем Валеев тоже Мадик Ну на самом деле Занимаюсь диагностикой Автомобильной Пока Параллельно стараюсь Вот по максимуму Заниматься вот этим Ну Так А это тебя тоже Андрей пристроил Нет А мы не знаем Это еще неизвестно Кто кого Устроились в одну компанию Он оттуда уже ушел А теперь работает в другом месте Но если бы не она Мы бы с ним не встретились Это тоже важно Я теперь сейчас говорю Боюсь Лешу спрашивать На самом деле Интересно не там ли Да Барабанщик коллектива Не знаю К счастью К сожалению С автомобилем Меня жизнь не связала Но связала со стройкой Так Я инженер-сменщик Строительной компании Инженер-сменщик Что делает? Сметчик А ну сметчик Понятно То есть ты денежку считаешь? В том числе Это как итог А что делает инженер-сменщик Вот реально строитель Это расчеты Объемов работ Объемов материалов Необходимых Для строительства То есть ты очень полезный человек Для бригадира Я так понимаю Или нет Скорее всего Ты полезный человек Для того Кто потом считает бабло Ты же можешь так посчитать Правильно Надо считать Ясно Ну замечательно Что Ребята Все ребята В коллективе Люди труда Я по-другому сказать не могу Значит Это не те самые Рафинированные Молодые люди Которые ни черта В своей жизни не видели Так что Все в порядке Слава богу Ну по крайней мере Мне это дико нравится Давайте петь дальше Давайте Что это будет? Песня будет Джонатан Еще бы Как всегда Живой звук В программе Живой И здесь сегодня Группа Чайка Поехали К руке Рукой К руке Рукой Смотри Мы течем С тобой Одной рекой Смотри Мы течем С тобой Одной рекой Лети Джонатан Самая лучшая В мире Из птиц Лети Джонатан Из пыльных полок И книжных страниц Лети Джонатан 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 На-на-на-на Лети Джонатан Джонатан К ответу Вопрос Вопрос Ответ Смотри Между нами Вновь Белый Свет Смотри Между нами Вновь Любовь 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 Джонатан Самая лучшая В мире Из птиц Лети Джонатан С пыльных полок И книжных страниц Лети Джонатан 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 На-на-на-на-на Лети Джонатан Джонатан Лети Джонатан Д Джонатан Субтитры подогнал «Симон» 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 «Вау» «Ничего ровным счетом больше написать человек не смог или не решился, уж не знаю как». «Знаете что, какая штука-то интересная, сейчас возник вопрос у меня, с одной стороны прекрасно понятно, что талантливый человек, он если уже делает что-то, то делает это исключительно хорошо. И понятно, когда есть результат, этот результат абсолютно очевиден, и ты понимаешь, что это хорошо и круто, всегда возникает тогда такой некий подтекст в вопросах, который задают люди. А сколько существует группы? Человек начинает просчитывать, а, за это время, ну да. А кто пишет те, а, ну да, а это... А вот я без всяких подтекстов задам вопрос, который мне кажется важным сейчас. Ну вот, допустим, по моей статистике, группа становится реально известной и по-настоящему интересной лет через 10 после того, как стартовала. 8-10 лет – это такая, ну, уже нормальная дистанция, после которой понятно, стоит ли группе дальше заниматься музыкой, или уже, может быть, хватит. Ну, с вами, кажется, мне все будет хорошо, темпачек Альян, он кивнул, значит, он не отстанет, он будет заниматься правильно вами и дальше. Когда придет момент узнаваемости? Ну, то есть вот вы поймете, что все, нас, группу «Чайка», знают. Ходят на концерты не 30 друзей, скажем, а 300 людей посторонних, среди которых друзья затерялись, и их не видно даже, как минимум. Что будет дальше? К этому же шли. Творчеством занимаетесь ради известности? Творчеством занимаемся ради того, чтобы быть услышанными, на самом деле. Ну, хорошо, услышали вас, ходят на концерты. Дальше. Все, сразу, бросаем автосервис, стройку и ремонт автомобилей. Ну, а дальше? Ты осторожнее, тебя руководитель может слушать. А дальше? Дальше все, музыка, прям вот как жизнь. Прям с репетициями постоянными, с гастролями. Вот это хочется, в это окунуться. Дальше что-то выведет куда-то. Кальян дальше куда-то выведет. Сегодня хочется хотя бы встать на ступеньку, когда у тебя постоянный концерт, и у тебя есть понятие по графику, и когда ты не думаешь, что-то фактура, товар накладная, смету не подбил, машина не готова, а-а-а, и надо песни про любовь петь. Вот это ощущение, когда уже исчезнет. А ты пой про счет фактуру. Ну, я ее не люблю. Так и пой про то, что ты ее не любишь. Да, понимаю, но вот именно, вот когда все левое уйдет из головы, и останется одна музыка, вот все, хочется пока встать на эту ступеньку, а там время покажут. Ну, мне нравятся эти рассуждения, почему бы нет. Значит, у барабанщика какой-то минимализм прям. Одна тарелка. Да нет, Саша, Саша, вы плохо видите. У него просто тарелки низко. Они там стоят, их штуки четыре, я вижу, три. Три. Они внизу, немножко ниже, чем обычно. Поэтому и в кадре, может быть, не знаю, в кадре, по-моему, видно все. Юль, покажи-ка, пожалуйста, перекинь на кухню барабанную. Мне тоже любопытно посмотреть, почему видна только одна тарелка. А, ну понятно, ну понятно. Я понимаю. Антон своей широкой спиной перекрыл всю картинку практически. Из-за его спины и тарелок этого барабанщика не видать. Там их три, на самом деле. Просто они несколько ниже, чем мы привыкли. Обычно барабанщики ставят тарелки повыше. Что касаемо эпишек. Я так понимаю, всего три эпишки. Это значит, сколько песен записанных? Девять. 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 Разве девять? Одиннадцать. Так это уже альбом. Почему бы это все не собрать уже в один общий альбом? Будет первый альбом, дебютный. Соберем, конечно, соберем. Просто само понятие альбом, по-моему, оно умирает. Так, ну хорошо. Пластинка тоже. И хочется, сделал песню, сочинил, записал, придумал, все. Отдал ее в сеть и пошел следующий заниматься. А как-то... У меня всегда казалось, что альбом это как книга. Это как собранные в кучу, в одну общую концепцию или там в одну общую банку, коробку, на один общий диск мысли твои. Согласен с вами. Ну, альбом будет по-любому. Мы его сделаем. Мы его в какой-то... в коробку сложим. Будет одна какая-то общая линия все связывать. Вот. Но это, наверное, чуть позже. Рифат Акчурин, музыкант, кстати, тоже замечательная группа. Десятая марта. Привет, кстати. Мы его знаем. Замечательно. Я так и знал, что сейчас будет такая реплика. Он пишет, что блеснул сейчас тоже знанием произведения. Пишет, Джонатану, это пришлось нелегко. Ведь никто в него не верил. Все считали его изгоем. И получилось, что у него не с первого раза пришлось забить на мнение окружающих. Друзей не прибавилось. А верите ли вы, что в рок-музыке такое работает? О, как загнул Рифат. Ну, если про количество обломов говорить, то их было достаточно, если об этом вопрос. Вот. Ничего. Поднимались, отряхивались, шли дальше. Правильный подход. Давай пойдем дальше, петь будем. Что это будет? Это будет песня «Солнце». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Чайка». «Солнце». Погнали. В моем небе нет солнца. Зачем это все? По кругу вращается солнце. По кругу вращается солнце. Смотри на него. Оно превращается в луч. Тот, что нас согреет, мы вряд ли сохраним. Кто без нас тогда сумеет шаг сделать в новый мир? В моем небе нет солнца. 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 Смотри на него. Смотри на него. Оно превращается в солнце. Смотри на него. Оно превращается в пыль. Оно превращается в пыль. Оно превращается в пыль. Оно превращается в пыль. Детали одной картины солнечного морского пейзажа. Бирюза волн, прозрачный свежий бриз, разные мелодии и слова, как будто части одной истории. И пока только первое впечатление буду переслушивать. Ну, потому что потом уже архивы выкладываются. И так или иначе, потом можно переслушать неоднократно всю эту историю. Вот что касается деталей одной картины. С одной стороны, понятно, что все песни разные, но действительно общее дыхание, какая-то общая концепция присутствует во всех. Тех, что, по крайней мере, прозвучали только что. Вот уже пять штук у нас за спиной, и время идет к концу первого часа. Я даже заметить этого не успел. Это... Как так получается, скажем мне? Это сознательная такая... За уши тянете? Или она сама рождается? Затрудняюсь ответить. Вот идет сама и идет. Мне кажется, если бы мы тянули за уши, вы бы это услышали. Ну, ты знаешь, вот есть, например, группа, которая называется Оргия Праведника. Чудная группа. У них все песни рыцарские. Да, вот они там поют про всякие разные такие вещи. Про что другое спели бы, наверное, их не поняли бы. Не приняли бы. И они, наверное, ни о чем в другом петь не хотят. Так что тут не то, чтобы за уши. Они встали уже вот в эту колею, из этой колеи не выходят, ну, потому как так принято. Потому что такая стилистика. Я не говорю, что это пловит замечательно. Мы их очень любим. Ваша история, она может поменяться? Вы знаете, иногда... Про машины вдруг песня сейчас зазвучит. Про автомобили. Бог его знает. Про что-нибудь еще. Ну, про пробки мы написали. Вот. Хорошо. Александр Буйнов замечательно спел про автомобиль в свое время. А, правильно. То есть уже нечего претендовать. Не, вы знаете, иногда я приношу песни, которые ни в какой стилистике вообще не помещаются в основную программу. И мы сначала пробуем, но если понимаем, что мы мучаемся сейчас, мы их больше не играем и никому не показываем. А что значит мучаетесь? Как ты понимаешь, что ты мучаешь? Ну, не идет. Не выходит. Каменный цветок. Да, да, да. А что значит не выходит? Вот какая-то есть песня на памяти, ну, к примеру, которая была-была у вас в репертуаре, потом вы ее раз и отложили? Даже говорить ее не хочу. Почему? Настолько противно? Да. А как же тогда, как же вы с ней работали, с этой песней? Как ты ее сочинял? Как вы ее оранжировали? Как вы ее питьюли? Сочинил я ее чуть ли не в школе, а пели мы ее, ну, потому что на концертах ее постоянно просили. Она просто, знаете, есть такие песни, споешь, а потом ходишь целый день, поешь, и она тебя бесит, что ты ее целый день поешь. Вот такая вот песня. Так. И ты поэтому ее взял и отложил? Ну, и по стилистике, вот по конве она вываливается. Вот видишь, все-таки ты говоришь о конве, все-таки ты говоришь о стилистике. Все-таки присутствует некая установка. Все-таки это естественно происходит. Нет такого, что вы там сели, разобрали у нас какое-то совещание. Такого нет за столом. Прямо на уровне чувства, эмоций. Нет, ребята, не наше. Все убираем. Угу. Ну, это хороший подход. Когда, тем более так, и когда все согласны с этим, когда никто не спорит, или кто-то спорит все-таки. А были такие случаи, когда песня вот тебе не нравится, а все остальные говорят, молчать, петь будешь? Чаще бывает наоборот. Я говорю, смотрите, какая песня? Ерунда, не будем, следующий. Демократия, да. Замечательно, когда в коллективе такие отношения. Мне это очень нравится. 4647, это короткий номер для ваших смсок. 4647, свои, пробел. А дальше все, что хотели бы адресовать коллективу, не забывайте про чаты на сайте своего радио. Попросите Машу улыбнуться и не нервничать, пишет она. Анна, разве ты еще нервничаешь? По-моему, да перестань, да все уже прошло. Она уже из провода наушников свитер связала. Все самое страшное уже позади. Страшная чайка поначалу страшная, потом ничего, привыкаешь. Да, можно опять же писать в чате, который в картинке на планете, группа авторемонтников и не металлисты. Да, удивительно, когда ребята занимаются таким непростым делом, в общем, играют такую нежную, спокойную, я бы сказал, умиротворяющую музыку. Чем час закроем? Что это будет за пик? Кстати, по хронометражу она сколько по длине? Ну, минуты 3-4? Ну, 4 с половиной, по-моему. О, отлично, как раз вовремя. Давайте мы ей час закроем. Как называется? Песня «Тишина», но громкая. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Чайка». После этой песни мы ненадолго прервемся, пауза нам будет необходима, потом вернемся в студию. Погнали. Субтитры подогнал «Симон» Слово на основе Сорваны все наши маски, смытые краски. Мы убили все, что было так прекрасно. Снова Достаточно слова, Достаточно простого жеста, немого жеста, Чтобы разнести к чертям это место. Ти Тишина Лишь Она Расставит по местам Спор О, здоровый укор Мы словно два разных мира, Как будто в песнях земфиры Мы разбиваемся Напополам Но Есть всегда одно, но Никто не хочет быть первым Все ждут, когда Стадут первым Ну а пока все терпят Здесь Царит Тишина Тихо Ни шепота, ни крика И сердце бьется в страшной ломке Очень громко Мы стоим у края В самой кромке Лажа Случается с каждым Сказать придется однажды О самом важном Но ждать невыносимо больно Даже страшно Ти Тишина Лишь Она Расставит по местам Спор О, здоровый укор Мы словно два разных мира, Как будто в песнях земфиры Мы разбиваемся Напополам Но Есть всегда одно, но Никто не хочет быть первым Все ждут, когда Стадут нервы Ну а пока все терпят Здесь Царит Тишина Тишина Лишь Она расставит по местам Спор, орд, столь и укор Мы словно два разных мира Как будто в песнях земфиры Мы разбиваемся нам пополам Но есть всегда одно но Никто не хочет быть первым Все снов тогда сдадут нервы Ну а пока все терпят здесь Зарит тишина Ну что ж, давайте продолжим Напомню, что сегодня в программе Живая группа Чайка Молодой, но очень интересный Коллектив с потрясающей Вкусной, я бы сказал, завораживающей музыкой Прежде чем споете дальше Потому что пауза была большая Надо бы уже петь Я прочитаю одно сообщение Не могу его не прочитать Маша, огромный привет Петербург подпевает Мама рядом, всем сердцем с тобой Юлия Талипова написала это сообщение Приятно же? Я уверен, что это должно быть приятно Итак, что за песня дальше будет? Все закончится Подожди, рано еще Нет, песня так называется Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня группа Чайка Поехали Едем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Каплями, каплями Ты или дождь Вставни мои Нервный ритм Сердце бьешь Тебе хочется все забыть И не выйти на луну Хочется слабой быть Потерпи Я приду поутру Все закончится Все закончится Все закончится Все закончится Белый дым Белый дым Остальным Не понять Кофе и белый дым Сто причин Перестать Перестать Одной Быть для всех К черту всех Свой успех Все в трубу Твоя боль пропадет к утру А сейчас Ты в бреду Я приду Все закончится Все закончится Все закончится Все закончится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 я слышу и музыкальном плане в человеческом давай пить дальше пропавшие в городе как всегда живой звук программе живые здесь сегодня группа чайка поехали когда этим людям опять хватит нефти они умрут отчасти мы сожжем их в верфи потопим их корабли а пока мы смеемся над их невыгодным курсом разве можно так пусто потратить эту жизнь на что-то кроме любви пропавшие в городе пропавшие в городе пропавшие в городе навсегда слепые и гордые они смешные мы гордые и в этом бельта Когда этим людям Опять захочется тепла, любви и ласки Когда этим людям откроют глаза Нажмут на тормоза этой сказки Мы отсыпем немного Мы с Иваном так великодушно Что ты смотришь, убогий Хочешь любви, ну так бери сколько нужно Пропавшие в городе Пропавшие в городе Пропавшие в городе навсегда Слепые и гордые Они слепые и гордые Мы все смешные и гордые И в этом беда Редактор субтитров А.Семкин Пропавшие в городе Пропавшие в городе Редактор субтитров А.Семкин Круто Круто Что сказать Круто Смотри-ка, что пишет Александр Цыпленков Я думаю, так правильно ставить ударение В общем-то Группа действительно интересная С хорошими музыкальными идеями Но, как мне показалось Окончательно До конца не развитыми Ну, идеями музыкальными Еще хотелось бы Ну, это мнение Еще хотелось бы Побольше у ребят Слышать эффектных Соло-проигрышей В частности у гитариста Это придало бы На мой взгляд Большей драйвовости Некой такой Большей харизматичности В песнях А в остальном Так держать Вот согласны ли вы С этой рецензией От Александра Цыпленкова Просто мне интересно Что думают сами музыканты По этому поводу Давай, Вань Вань, иди Ну, ты же можешь Соляку так вот Просто сходу взять Да замутить сейчас Вот так вот взять И показать Что драйвовости Сколько угодно Я могу, на самом деле Но я считаю, что На данный момент В современной музыке Играть соло Ну, вот именно Прямо там Какие-то нереальные Быстрые Это уже не Не то, что не модно Я считаю, что Можно играть Сочно И в тему Ну, вот Это самое главное Не то, что там Есть некоторые там Гитаристы Которые там Я считаю Это не музыка Это больше Спорт Наука Наука Знаешь, а я тебе Скажу Я тебе скажу Александру скажу Если бы ты начал Запиливать в каждую песню Ну, где-нибудь Хорошие партии Тоже Александр сказал Был, блин, арест, что ли Убежден абсолютно Ну, потому что Уже есть сложившаяся традиция Есть группа, которая Это делает периодически А молодая группа Хочет отличаться от всех И делать свою музыку Не похожую ни на кого Но ты ведь можешь Забутить какую-нибудь Сольную партию? Ну, так просто Чтобы там уже Савельевичу Цыпленкову Показать, что в принципе Гитаристы в группе Замечательные Ну, давай Слабо Давай Ну, давай Думает Да что-нибудь просто Ну, не важно Давай на перегрузе Так, чтобы Бабахнуло уже Специально для Александра Цыпленкова Редактор субтитров А.Семкин Допустим Допустим Ну, все же очевидно Ну, все же можно Вопрос, нужно ли Я в свое время Тоже как-то Не в одном даже эфире Говорил о том Что очень уважаю музыкантов Которые чувство меры знают И которые понимают Что вот это все Наворотить сейчас Насовать куда угодно Тут сольная партия На клавишах Такая же Мама, не горю Потом гитарист Потом А музыка-то где? Ну да Все показали свое мастерство Показали, что мы такие Крутые музыканты А дальше-то что? Очень правильно Вы поступаете На мой взгляд Так что Мы ответили Товарищу Цыпленкову А теперь дальше идем Что называется Вокруг творчества Крутиться группа Чайка Скажем Как же это интересно Произносить Скажите, пожалуйста Братцы Ну С музыкой все понятно Мне непонятно Немножко с текстами Тексты В том-то и дело Они прекрасны Они глубокие И удивительные Есть обороты Даже словесные Которые я С трудом бы себе Ну Прости, конечно Сейчас скажу Очень вещь Может быть Такую едкую Но Не хочу Ничего сказать Такого Автослесарь Который Извини меня Сочиняет такие тексты Это нонсенс Как минимум Подождите секундочку А сейчас мы дойдем До того, что он менеджер Безусловно Какое у тебя образование Ты сказал уже Мы с Антоном Учились вместе В Московском Музыкальном Автомобильном Дорожном институте Да, ну Профессия какая-то Специальность Управление автосервисом Вот Управление Человек По профессии Управляющий автосервисом На досуге Сочиняет тексты Ну тексты такие Что Иной раз Даже я так слушаю песню Понимаю Ё-моё Пушкин отдыхает рядом Ну просто Не Пушкин А Пушкина Я сейчас имел ввиду Поэтессу Она замечательная Поэтесса Но в некоторых Оборотах Словесмых Ты по-моему Даже перепрыгиваешь Это откуда? Это боженька дает Не знаю Ну то есть Это Ты никогда не учился Ты никогда не занимался На курсах По стихослаже Есть такие сейчас А по-моему Только да Говорят В России есть Институт Где писателями Учат становиться Нет Все само собой Льется и льется Но Я хочу сказать Спасибо Маше И до этого у нас Еще был один участник Виктор Нечетов Вот И Витя И Маша Они мне помогают Андрей Это не по-русски Андрей Вот здесь запятая Андрей Мне вот эти цензоры Вот Маша на самом деле Как с напильником сидит Иногда мои тексты Правит Потому что А вот как Это хорошо Что вот у меня есть Маша Вот как Все-таки есть тот Кто может поправить Правильно Женский взгляд Он иногда Тоньше Чем может Женщину не обманешь В кино Все С этим мы тоже разобрались Средник Снегов Пишет вот что Это группа ВКонтакте Абсолютно согласен С гитаристом По поводу соло В эту тему Вспомнился старый анекдот Про гитариста Первая стадия гитариста Покупает крутую гитару Примочку Считает что должен играть В группе громче всех Вторая стадия гитариста Понимает что Примочку надо иногда Выключать И третья стадия гитариста Понимает что есть моменты Когда он вообще играть не должен Я в этой связи вспомнил Свою профессиональное Театральный анекдот Из театрального вуза Да Первый курс Театрального вуза Народный артист Второй курс Театрального вуза Заслуженный артист Третий курс Театрального вуза Неплохой артист Четвертый курс Выпускной Театрального вуза Нахрена я сюда пришел Я вообще ничего Не понимаю в профессии В общем Всегда так и бывает Вы сейчас как раз на стадии Поста Четвертого курса Потому что вы уже поняли что вы пришли в профессию не зря и занимаетесь музыкой, мне кажется, совершенно не зря. И перспектива у вас есть замечательная. Но был такой момент, как ты рассказал, когда хотелось все бросить уже. Ну, будем надеяться рассчитывать на то, что вот, например, тот же Витя Филев пишет, он написал не для эфира. Я кое-что оставлю, а часть прочитаю. Ты бы видел, Семен, какие изменения претерпела группа Шекспир как раз после того самого эфира? Ну, они были у нас живы. А это значит, что если человек умеет правильно реагировать на определенные вещи, то он неминуемо растет над собой. И я хотел бы, чтобы сегодня ваша аудитория увеличилась как минимум вдвое. А то и втрое. Дай бог. Очень бы хотелось, чтобы этот эфир сыграл свою роль в вашем продвижении. Давайте дальше петь. Что это будет? Сюрприз. Так и называется? Да, так и называется. Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Чайка». Поехали. 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 Верните мне мою весну. Верните мне ее дыхание. Любовь — это не механика. И обещание на бегу. Верните мне мою весну Ее дыханием и ароматами Любовью, криками и матами Иначе я задохнусь Улицы города мне готовят сюрприз Готовят сюрприз Суету, беду, я это знаю ты Очередной мой каприз Я так устал от репресс От этих скучных репресс Я устал, я исчезаю Верните мне мою мечту Пускай моя мечта несбыточна Любовь это тонкая ниточка Что держит меня на весу Верните мне мою мечту Ее дыханием и сигаретами Любовью, криками и секретами Иначе я не проснусь Улицы города мне готовят сюрприз Готовят сюрприз Суету, беду, я это знаю ты Очередной мой каприз Я так устал от репресс От этих скучных репресс Я устал, я исчезаю Улицы города мне Готовят сюрприз Они готовят сюрприз Суету, беду Я это знаю ты Очередной мой каприз Я так устал от репресс От этих скучных репресс Я устал Я исчезаю Я исчезаю Я исчезаю Я исчезаю Ну, что не песня, то подарок Что не песня, то праздник И чем дальше мы движемся, тем больше А осталось всего полчаса Как время летит Чем дальше мы идем, тем больше я понимаю, что Эфир сегодня совершенно однозначно полезен для многих Кстати, что касаемо клипов Я знаю, сколько клипов у вас? Один Это на песню «Пропавшие в городе» Там с мальчиками в балаклавах Во всех делах таких, да? Ну да, там, войнушка Очень профессиональный снятый клип Кто снимал? Кирилл Шулешко Молодой режиссер Промоутер Очень такая творческая личность Познакомились случайно Сценарий написали просто в кафе Вот так вот Ах! Вместе делали сценарий Он принес основу, а потом уже дофантазировали И почему только один? Потому что деньги Все в них упирается Да что ж такое противное слово «деньги»? Ну, к сожалению, откуда от него деться? Это да Это да Но кажется мне, что клипы Особенно если эти клипы в интернете Понятное дело через там Ютубы распространяют Что это не лишняя поддержка Коллективу И не лишний способ Привлечь к себе внимание Поэтому мне кажется, что денег на это дело Колен меня поднимает Денег на это дело жалеть не нужно Как минимум еще пару клипов На хорошие песни Хорошие клипы получаются В любом случае Надо как-то их распространять Все же касается наших возможностей Мы, естественно, потом После эфира и аудио Подкаст Зальем в сети И видео Архив тоже выложим Так что будут растаскивать Будем надеяться, что действительно Внимание к вам привлечем И очень это хотелось бы Нам сильно Хотелось бы, чтобы так и было Вот момент, который ты хотел бы Обсудить сейчас Вот допустим Ну, чисто гипотетически Поиграем со слагательное наклонение Если Если не музыка, то что? Музыка То есть никаких других вариантов Быть не можно Ты что, с детства рос человеком Который хотел играть и петь? Вы знаете Да Вот Я, когда мне в школе сказали Что если будешь участвовать Во всех школьных мероприятиях Можно не ходить на уроки Вот и так один из классов И проучился Я и пел, и танцевал Чего я только не делал И вот И вот оно выливается Сегодня здесь А родители что по этому поводу думали? Обычно родители не очень жалуют Когда ребенок там берет гитару Вы знаете Учился бы лучше Ну, папа у меня военный Поэтому Понятно Сначала мне светило Очень ярко и горячо Суворовское училище Потом оно меня Ну, судьба так взяла И отвела Потом Ну, техническую профессию Которую кормит Я все равно же получил У меня есть какая-то там База за спиной Ну, папа-то что сейчас говорит? Сегодня папа говорит Молодец Но сомневался он в этом сильно Папа всегда, наверное, хотел Чтобы было как лучше Ну, любой родитель хочет Чтобы было как лучше Им, наверное, поэтому были Какие-то сомнения А как же тебя отвело Это от Суворовского? Это же совсем юный возраст Как тебя, собственно, угораздило Отойти от этого? А дело в том, что Да, во всех семьях военных Ты не живешь Где-то долго в одном месте У тебя обычно так Ты пришел в школу А тебе Идешь в школу А тебе родители говорят Ты сегодня ни с кем не дружись Хорошо Потому что завтра мы поехали дальше И вот эти перевалы И на тот момент Когда мне надо было поступать В Суворовское Не оказалось возможности Мне пожить в Москве Подготовиться И вообще Все вступители здесь Повезло Да, в каком-то смысле, наверное Повезло Как я тебя понимаю хорошо У меня, правда, родители Не военные А не артисты Папа-режиссер Ну, папа уже нет Мама-актриса За 10 лет учебы в школе В 8 городов Такая же история Вот-вот-вот Я же вижу, что иногда Артисты Провинциальные артисты Которые не нашли себе еще места Такого серьезного Чтобы быть спокойными Насчет своего будущего творчества Как военные Вот как военные Я заканчивал школу в Москве А экзамен за 8 класс Давал уже в Днепропетровске Вот так вот Видимо, в принципе Примерно та же история Я тебя понимаю Я тебя хорошо понимаю Но отвела судьба от Суворовского И слава богу Иначе страна потеряла бы Замечательного вокалиста Текстовика Нельзя говорить поэта Ты же не стихи пишешь А тексты Это же разница Все понял Давай, наверное, дальше попоем Давайте Народ-то, в общем Кричит ура И аплодирует Я уже устал читать Все эти елейные сообщения Надоело Давай петь просто будем Что это будет? Падали вниз Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня группа Чайка Поехали Сцена из немого кино Сто причин Есть одно Но Мы отпустили руки вчера Мы отпустили руки вчера На счет раз Вроде было просто сберечь По крылу на каждом из плеч Мы отпустили руки вчера Мы отпустили руки вчера На счет раз Падали вниз Падали вниз Мы с тобой Падали вниз Падали вниз Повод тот, который спесил Свел с ума Оставил без силы Мы отпустили руки вчера Мы отпустили руки вчера На счет раз Име ценить, не зная потерь Мечта Мечта Но здесь закрытая дверь Мы отпустили руки вчера Мы отпустили руки вчера На счет раз Падали вниз Падали вниз Падали вниз Мы с тобой Падали вниз Падали вниз Падали вниз Падали вниз Падали вниз Падали вниз Сцена Сцена из немого кино Сто причин есть одно но Отпустили руки вчера Отпустили руки вчера На счет раз Падали вниз Падали вниз Мы с тобой падали вниз Падали вниз Падали вниз Падали вниз Падали вниз Пилотные песни Для себя Я просто хочу этот термин понять То есть Главный хит коллектива Вы имеете Или что Забой какой-нибудь Или что Что имеет человек в виду Когда говорит о пилотной песне Скажем Я думаю У него есть Наверняка какие-то свои Музыкальные предпочтения Он пытается От нас наконец Услышать что-то Близкое ему Что-то близкое ему Первых нот общей массы Пишет Георгий Жорин Вот какой он имеет в виду Так по мне Тут уже штук пять прозвучало Песен которые цепляют С первых нот Общие массы Георгий Не вас А общие массы Мы говорим об общих массах И почему собственно Вот мне всегда интересно Почему человек Берет на себя право Я сейчас без обидных Подтекстов Георгий Считать свое мнение Мнением Общим Широким То есть если его не цепляет Значит не цепляет Никого другого Удивительная позиция конечно К сожалению Это позиция танкистов Георгий Не уподобляйтесь пожалуйста Этим людям Я танкистов не люблю Я танкистами называл аудиторию Нашего радио в свое время Ну потому что они уперлись В одну какую-то горизонтальную позицию Других не видели По мне так очень Не одна песня прозвучала Которая цепляет Посмотрите Георгий Сколько народу сверху написало Вау То есть вы считаете Что ваша точка зрения Главнее важней Что мне интересно Что если Георгий ответит Очень интересно Какой будет ответ у Георгия Пошлет он меня сразу Лишь бы не обиделся Кто Георгий Я тебя умоляю Вряд ли Ну я же ничего обидного Не сказал Просто удивительно Мне всегда кажется Когда кто-то считает Свою позицию Важной Самой важной Все Никому не понравится Вот если Меня не цепляет Все Значит это никого не зацепит Однозначно Я сказал Однозначно Ребятки Времени у нас все меньше и меньше Еще две песни Да Насколько я понимаю В вашем трек-листе Эти песни естественно Надо будет спеть Но вот какой моментик Действительно Уже была и мама Маши Которая привет передавала Уже ты рассказал о своих родителях Имея в виду тот путь Который тебе пришлось пройти Для того чтобы доказать свое право на музыку А что касается Извините Предков Родителей Родственников Остальных музыкантов Каково отношение к тому Что вы играете А не работаете Ну вы работаете конечно Вы работаете Но в свободное время Все же больше играетесь Ерундой всякой занимаетесь Типа музыки Есть какие-то Интересности Которые Поделиться бы с нами Со всеми Антон Или у тебя все в порядке Сложилось с родителями Ну Слава богу понимают Я более скажу В свое время стоял выбор Когда я только-только Увлекся Вот этим вот У меня естественно Как у всех был бас-урал Такой православный С перевешивающим грифом Вот И когда встал вопрос О покупке Ну времена были тяжелые Тогда Кое-чего там И спорт инвентаря И бас-гитары Мама говорила Нет давай купим Папа сказал Нет поехали Купим сыну бас-гитару Путь занимается Какой молодец папа Моей жене спасибо Тоже Все это терпит Как бы занятие Дома мы музыку не играем Мы играем гаммы Упражнения антимузыкальные Всякие Поэтому как бы Спасибо Дома ты мучаешь жену Значит всякой ерундой Ну почему я мучаю Я может быть даже не мучаю А чем жена занимается Жена 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 работает У меня жена работает в компании Газпром Ах я понимаю Почему ты играешь музыку Ну на самом деле Спасибо Газпрому Надо сказать За то что у коллектива Мечты сбываются Волшебные Как кажется За стороны Скажу честно Ай браво В любом случае Хорошо когда В семье лад И взаимопонимание На предмет То что люди Занимаются тем Что в общем не особо Приносят пока прибыли Столько времени на это Кладется и силы А денег вроде как Не дает пока Но будет давать Я почему то в этом Нисколько не сомневаюсь Давайте-ка наверное Споем следующую песню А потом я уже подрассчитаю Время Которое останется Для того чтобы Как называется Следующая песня Песня называется Та самая И очень подходит К сегодняшнему понедельнику Такое ощущение что сегодня Выходной Это правда С вами так наверное Если так на концерт ходить Каждый раз выходной и будет Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня группа Чайка Поехали Как будто сны случились Я бью Солнце стало светлее Что-то теплится в груди Я на миг себе представлю Что опять воскресенье И нам некуда идти Мои минуты и правила твои Забыла оставила Может наплевать на все правила Будь что будет там впереди Меня зовут замороченным Тебя Тебя между прочим И юг Мысли поровну Небо Поровну Открываю Другую сторону Нас Тебя ИATE И saying Сны не стали явью, те же строгие стены мешают быть самим собой. Но я когда-нибудь избавлюсь, покуда крепкие вены я добьюсь любой ценой. Мои мечты и желания, одни сгорят от внимания, другие, не найдя понимания, останутся заметки в тихах. Я жду, смажутся обочины к утру, без сил обесточен, но, если так, то все кончено. Как то в черно-белом кино, мысли порвну небо порвну, открывают другую сторону нас. Тебя и меня, тебя и меня, мысли порвну небо порвну, открывают другую сторону нас. Тебя и меня, тебя и меня. Мы слепором, небо порвало, Открываем другую сторону нас. Тебя и меня, тебя и меня, Если пора, небо порвало, Открываем другую сторону нас. Тебя и меня, тебя и меня! Ле, 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 л Ну вот и джазовые ходильнички Пошли в песни Просто в пресс-релизе я прочитал Что джаз, поп, рок И думаю, где же джаз? Вот он, оказывается Вообще уникальная, конечно, история Когда Я прекрасно понимаю, что говорю много приятных слов И вроде как комплементарная часть Ну прям огромная Ничего другого сказать не могу Но при этом понимаю, что я абсолютно прав Вот вообще не возникает сомнений О том, что с вами как с детьми же надо Ласково Люди творческие Не дай бог, где-то что-то не так скажешь Потом они плюнут, а жалко будет, если плюнут на творчество Слушайте, сколько у вас По продолжительности последняя песня? Пять минут Окей, тогда у нас еще есть некоторое времечко Вот почитаю кое-что написанное Чайка в моем плеере теперь постоянно С прошлого года С альбомом «Море» Ну, пластиночка Подписанного Иваном в качестве новогоднего подарка Ребята, ваше творчество прекрасно Да мурашек Сколько же эмоций Вы действительно достойны широкой аудитории Рыбинск с вами Знаете, кто написал? Подписи нету Подписи нету Подписи нету Это на самом деле на смс-портале я выхватил это сообщение А вот тут из Рыбинска Анна Берсеньева пишет О, одна из любимых песен сейчас Ребята, приезжайте уже в Рыбинск Мы соберем народ Вы меняете мир к лучшему Спасибо Я не исключаю, что на смс-портале она же отписалась Ну, я не исключаюсь А не исключаю А почему ты так сразу Ты не рассказывал нам? Смотри-ка, товарищи не очень понимают, о чем речь Значит, мне кажется, что у этой группы солисты Еще и дирижер на полставки Ну, в общем, да, очень эмоционально Андрей у микрофона работает Вот что Ну, во-первых У первых строках своего письма Во-первых, хочу сказать Вот сейчас уже к финалу мы приходим Спасибо, что вы к нам пришли Спасибо, что пригласили Это, само собой, пожалуйста Это не всегда просто, на самом деле, приглашать Просто потому, что отбор проводится довольно строгий И не каждая группа, далеко не каждая группа попадает в программу живые Мы вообще считаем, что попадание в программу Это некий знак качества Ну, потому что как-то так очень не хочется левых коллективов показывать Их и так Самое-самое противное в том, что левые коллективы, они очень активны Вот есть такие коллективы, называть не буду Которые уже своими сообщениями, с предложениями их послушать Уже и написано было миллион раз Ребята, вы не привлекаете, неинтересно Нет, они все время присылают в личку Ну, послушай новую песню Не ждут ответа вовсе Ну, а вот мы тут клип сняли А вот мы тут с теми А вот на нашу песню кавер Кто умудрился сделать кавер на песню этого коллектива Я не знаю, видимо, ближайшие друзья Но, тем не менее, кто-то сделал Вот ваша скромность Дай бог теперь уже кальяну все в руки Могла бы вас завести в абсолютный тупик Вам нельзя быть скромными Вам нужно показывать себе как можно больше И дай бог, чтобы вы это наконец стали делать Во-вторых, мне бы хотелось... Ну, это с кальяном, наверное На предмет пластиночек, да? Все, сняли тему Значит, сегодня слушаю принцессу Ангину Ну, вот появилась чайка И в моей душе идет настоящая битва Все кайфово, а голова всего одна Сердце разрывается Стас Крутовский Есть такая группа, принцесс Ангин Группа из Австрии, кстати Были они и в живых, и в ротации они уже есть Они русские, русскоязычные ребята Ну, там, правда, басист и барабанщик Австрийцы Вот, а все остальные музыканты Русские, русскоязычные Чудная группа, правда Очень необычная, очень интересная И музыкальный там, я имею в виду Инструментальный состав, интересный И то, что они делают, очень хорошо А человек вот слушал принцессу Ангину Вдруг нарвался на эфир с чайкой Ну, смотри, не со мной, а с группой чайка, я имею в виду И все, и теперь сердце у него разрывается Это значит, чайка вылечила от ангины Хорошо сказал Хорошо ведь сказал А виноват в этом кальян Да Ну что, в качестве анонса сообщу, что завтра в программе «Живые» Абсолютно иная музыка Ани Герасимова, она же Умка Помните, была Умка и броневичок Умка и броневик Умка и бро Она постоянно меняет название А теперь просто Аня Умка Герасимова Сегодня же мы должны уже с вами прощаться Как быстро время пролетело Чем вы закончите сегодня свою музыкальную программу Одноименной песней «Чайка» Ее очень многие ждали, кстати, из ваших поклонников Вот она, наконец, случается сейчас Ну что, всем до завтра Спасибо огромной группе «Чайка» Надеемся, что все у вас сложится правильно Так, как и должно сложиться Так, как вы того заслуживаете Всем пока Будьте здоровы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Скажи, что они целы Скажи, что я уцелил И не сорвался вниз Я чайка, я чайка, я чайка, Я чайка, я чайка, Жонатан Ливингстон Мои, мои глаза Хотят, хотят вам всем сказать Как больно Как больно быть обычным Как больно быть обычным Жить лишь по привычке И не уметь летать Мечтать, мечтать Я чайка, я чайка, я чайка, Жонатан Ливингстон Я чайка, я чайка, я чайка, я чайка, Жонатан Ливингстон Большое спасибо! Мы просто пригласили и дали возможность сыграть Для вас сегодня играла Группа «Чайка» Гитара Иван Котухов Клавиши Мария Кирина Бас-гитара Антон Вавинов Сердце группы Бит Ритм Такт Алексей Стилаев И я И я И я И я И я И я И я Я чайка, я чайка, Джонатан Ливингстон Я чайка, я чайка, Джонатан Ливингстон И я И я Субтитры сделал DimaTorzok